Девушки отдыхают Если ты не какой-нибудь программист Прочее 300к в секунду Здесь, ну, типа чел Здесь пачка iCos Стоит 24 24 евро 24 шекеля О, ДТ-47 Хайлайтс написал Привет, спасибо за пиар в телегах Неожиданно и приятно Вот все, подписывайтесь на ДТ-47 Хайлайтс Давайте Выкажем ему доверие Что человек будет снабжать нас Вырвками качественного контента Ты давно, ты когда скатиться успел Только же недавно канал раскрутился Я не знаю, мне говорят, что я скатился Давайте, давайте начнем Давайте начнем Давайте непосредственно Начнем смотреть это видео И как-то пытаться его комментировать Привет Я в последнее время засиделся Засычевал дома И от этого даже приуныл От того, что долгое время сидел на жопе ровно И сегодня я собрал волю в кулак И решил погулять в лесу хорошенько С утра пораньше И, видимо, лесной воздух так сильно ударил мне в голову Что я решил здесь записать свои шизомысли Тем более, что этот канал предназначался для видосов Уровня анпакинг чайника Или обзор на косточку от авокадо То есть для контента высочайшей пробы Который обогатит вас интеллектуально А некоторых из вас даже обогатит духовно И поговорим мы сегодня о высоких материях О природе видеоблогинга А именно о том, откуда возникает, на мой взгляд, то чувство Когда ты смотришь какого-то видеоблогера И понимаешь, что он скатился И дальше дальнейшее знакомство с силотворчеством Превращает тебя в дегенератора И также возникает ощущение, что канал скатился Канал уже не тот Его неинтересно смотреть Хотя все вокруг, например, ходят и смотрят его И им нормально Но конкретно ты ощущаешь, что что-то не так И поэтому заканчиваешь смотреть У меня очень много был раньше подписан на многих видеоблогеров И периодически я там отписываюсь от них Потому что испытываю это ощущение И мне кажется, если рассматривать У меня бывает такое ощущение от блогеров На которых я подписывался ради какого-то контента А потом они решили уйти во что-то другое И мне уже стало не так интересно Но это такая фигня есть Которая объясняется тем, что Ты не особо как бы привязался к самому блогеру Тебе просто нравилась его подача какого-то определенного вида контента И когда он перестал делать или стал делать этот контент реже Ты думаешь, что все, он скатился, его карьера закончена Это в принципе нормально Потому что многие, кто делают однотипный контент Они в определенный момент перегорают Хотят пуститься во что-то другое А вот как бы Зрители, они привыкли к тому, что было И людям нравится стабильность Людям нравится, когда какие-то вещи не меняются Людям вообще не нравятся перемены Типа там другая страна, другая жизнь Прочие другие видео Людям хочется, чтобы все было стабильно С утра проснулся, посмотрел видосы XBT Да, послушал Вот, людям нравится стабильность И те блогеры, которые эту стабильность могут обеспечивать На протяжении долгого времени Как правило, являются самыми успешными Потому что Ютубу нравится Именно стабильный, однотипный контент Это, ну, это не изменить Да, то есть, типа, это система, которая работает И я считаю, что в ней нет ничего плохого Потому что люди приходят на Ютуб за развлечением Я бы тоже, наверное, ну, перестал смотреть какого-то блогера Когда бы он делал то, что мне, ну, неинтересно Я бы тоже говорил, что, типа, там он скатился Видеоблогеров как продукты Ну, не как продукты в магазине Как, там, сметана или молоко А продукт как субъект бизнеса То есть, как нечто, которое оказывают услуги И получает за это какое-то вознаграждение И при этом развивается, чтобы быть клиентом интереснее И чтобы привлекать больше людей И, как бы, от этого получать большую прибыль И тогда, на мой взгляд, все становится немножко Для меня, по крайней мере, все стало на свои места Что если, например, давайте возьмем для сравнения Один программный продукт Это игра Fortnite Это продукт, пользующийся бешеным успехом И видеоблогера, которого я годы назад смотрел неиронично Но в какой-то момент я стал его смотреть Только как вот тот панк из анекдота Который отравился и просит маму включить Киркорова Чтобы его вырвало и ему стало полегче То есть отношение изменилось Потому что, собственно, изменился сам контент Изменился канал И он претерпел некоторое развитие Это канал GEPP-47 Изначально он обозревал там старые ретро-игры Японские всякие JRPG В общем, канал был интересный И там можно было найти действительно описание какой-нибудь игры Потом с ней ознакомиться И в целом было интересно То есть я там его, что сейчас принято говорить Неиронично смотрел Даже там как-то раз пьяный напился Донатил ему денег на стриме В общем, ну, не суть То есть я как... Не знаю, насколько эта история достоверная Потому что впервые об этом челе И вот первое видео его про меня было Когда я занимался непосредственно сунебоями Я тебя в рот ебал Извиняйся, сука RTX 3070 оказалась хуже RX 6700 XT Я поменял карту, слава богу Бля, чел поменял на амудешную хуйню Потом пожалеешь Как бы потреблял контент этого чувака И мне было нормально, забавно Но в какой... Типа, дело в том, что впервые он сделал про меня видос Когда я занимался вот этой всей сунебойской темой И он как бы тоже пытался На этом как-то похайпить Это был непосредственно вот тот самый видос Который я вам показывал То есть сейчас он выставляет себя Как типа я старинный фанат Dead P47 Которому нравились видосы про ретро-игры Бля, сука, японские RPG Не знаю, насколько в это можно верить Но ладно, окей В какой-то момент перестал И тот самый момент я запомнил То есть это тот самый момент, с которого он стал популярным И тем, чем он является сейчас И тот момент, этот как раз самый момент Когда он перестал быть тем, собственно, блогером Который интересен именно мне И этот переход начался там с одного видео Что он посигнул на такую великую величину Как Лешенька Шевцов И величина-то как бы великая Но она, к сожалению, дробная То есть, вот Но, тем не менее, он записал видос И этот видос зашел И он как бы определил его дальнейшее творчество Которое мне... Заебал аниме стримы удалять Да не удаляю я их, блядь Я забываю их публиковать Твич теперь автоматически скрывает стримы, сука Сейчас, сейчас, одну секунду Сейчас, подожди Сейчас я восстановлю запись вчерашнего аниме-стрима Все, все Все, я восстановил Я восстановил Я восстановил Все, можешь смотреть Кажется, не заходит Вот И ту же самую историю Можно как бы проследить на примере Фортнайта Был Фортнайт Это был продукт Который там занимал определенную нишу И он мне нравился То есть, это была игра В которой нужно было строить свою базу И отбиваться от Ордзомби И изначально мне этот концепт очень понравился Я купил набор основателя Вообще активный канал Заходил каждый день Получал там все эти сундуки Которые каждый день вываливаются Что-то там строил свою базу Проходил миссии И в какой-то момент Они сделали Королевскую битву И она стала тем Фортнайтом Который он есть сейчас То есть, все Начали Активно туда заходить И играть в эту королевскую битву И в общем-то он мне разомаривался Потому что я как бы ненавижу королевские битвы И в целом, по сути Продукт, который мне был интересен Он был Окей, короче, я понял Это видео из разряда Вот, мне нравился этот маленький ютубер Который делал видео на 100 зрителей А теперь он нашел популярный формат У него больше зрителей Но души-то больше нет Это прям как Фортнайт Когда-то был интересным выживачом А в итоге они сделали батл-рояль И на выживач забили хуй То есть, ну, не, не, я понимаю это Я понимаю это Я прекрасно понимаю это Но, типа, в этом нет никакой сути вещей Потому что мне нравится то, чем я занимаюсь То есть, типа, когда мне что-то нравится Я это делаю, да? То есть, тот же видос про Айтипедию И последующий видос Мне просто нравился такой формат на Западе Да, я его спиздил Потому что я сам смотрел подобные видео И мне захочелось сделать что-то подобное Да, то есть, мне хотелось как-то это скопировать И донести это до своей аудитории В каком-то своем стиле У меня это получилось Мне это нравилось Мне очень нравится, там, моё комьюнити Мне очень нравится делать какие-нибудь Делать какие-нибудь выражения артом Типа, здорово, геймеры Типа, нет, как бы я понимаю, что всё это лютый кринж, да? То есть, а вот раньше ты там за душу брал там видосами по играм для PSV Да, блядь, их никто не смотрел, чел, блядь Убит вот этим вот изменением И, по сути, вот на мой взгляд, вот это чувство Оно возникает как раз тогда, когда ты перестаёшь быть целевой аудиторией продукта То есть, ты смотришь, например, ютубера или играешь в игру И, ну, при этом параллельно с тем, как это происходит Как это всё движется во времени Этот продукт, он изменяется То есть, как вообще Я в своё время работал менеджером продукта И как, если вот совсем очень сильно, очень сильно обобщать, как это происходит Есть, например, компьютерная игра Она, в неё игра-сервис В неё заходят игроки Они каким-то образом играют И оставляют данные об аналитике То есть, сколько уровней Привет, позитивно Какие уровни нравятся, какие не нравятся Сколько там Сколько куплено каких-нибудь предметов Сколько каких-то предметов потрачено Эти данные аккумулируются, анализируются И на их основе делается вывод Что вот конкретно вот этот вот уровень надо поменять Или, может быть, вообще Надо попробовать внедрить там новую игровую механику И так далее И, собственно, эти изменения вносятся И потом отслеживаются Окей, а насчёт этого Типа, на самом деле я всё ещё андеграунд У меня всё ещё достаточно маленький канал И то, что я делаю, это абсолютно не мейнстрим То есть, типа, видос на фоне геймплея Где рассказывают про сунебоев Это моя фишка, сука Я её спиздил, но Типа, это моя тема Многие пытались, не у многих заходило Но это моя штука Как бы Да, я стараюсь сделать так Чтобы эти видео были успешными Но, типа, никто не будет выпускать видео На котором он потратил время В смысле, что Ой, блин, если я сделаю вот такое название То оно будет более успешным Благодаря каким-то словам Типа, оно будет больше привлекать Но это как-то мейнстримно Типа, не-не-не То есть, ты хочешь, чтобы твоё видео Видео увидело как можно больше людей Но, тем не менее, тем не менее Дед скатился, потому что Захотел, чтобы его больше людей смотрело И захотел радовать людей Качественным контентом Стало лучше или стало хуже И на примере, например Тех же видеоблогеров Видос залетел, видос не залетел И вот когда происходит вот этот момент И, собственно, в продукте Все ресурсы после этого Если произошло удачное изменение То на его развитие На развитие в этом направлении Тратятся как бы все ресурсы То есть, перестают поддерживать старые фичи Которые плохо влияли на метрики Начинают поддерживать новые фичи Которые хорошо влияли на метрики продукта И в итоге получилось, что Продукт изменяется под действием Как раз полученных данных извне Он как бы развивается То же самое можно сказать про ютубера У него есть внутри система аналитики Он смотрит, какой видос стрельнул И после этого пытается делать похоже То есть, сам ютуб рекомендует, говорит Вот, пожалуйста, дорогой автор Вот у тебя здесь много было просмотров Много людей сидело Ну, как бы Много времени было потрачено зрителям В этом видео Вот делай такого больше И этот автор начинает делать больше И, собственно, он оставляет те фичи Которые были неинтересны большому количеству людей В пользу тех, которые интересны Нет, нет, нет Ну, типа Окей, окей, окей То есть, он пытается показать то, что я У меня одно видео стрельнуло И я начал делать одно и то же Да, то есть, типа, копировать это Но Но, тем не менее Тем не менее Да, это правда Да, это правда Но где-то на 50% Я начал внедрять вещи Которые мне нравятся В контент, который я делал На более массовую аудиторию С целью как-то завлечь С целью как-то вот затянуть Микрочелов, которые приходят за одним В другое, что мне нравится Таким образом Я начал проводить стримы У нас был охрененный просто Марафон по Metal Gear Solid Просто душевнейшая штука После которого я сделал там Видос по Metal Gear Solid 4 Который вот сейчас У него там 160 тысяч просмотров И я очень сильно горжусь этим видео И частично из-за этого Мне сложно делать видос по Metal Gear Solid 5 Потому что я боюсь не соответствовать Той планке, которую я поставил Вот в том видео по Metal Gear Solid 4 Мой план во всем этом Состоит в том, чтобы делать Качественный популярный контент Но при этом иногда Иногда, да Вот внедрять вот какие-то вещи Которые мне реально Вот как-то вот нравятся Да, то есть какие-то вот Супер сокровенные вещи Которые я хотел делать очень давно И они внезапно заходят Потому что людям нравится Мое творчество Людям хочется послушать Что-то тем же самым голосом И я, сука, даю им это И в этом нет ничего плохого Я смотрел канал Игровую теорию Game Theory И там главный чувак Мэтт Патт говорил то, что Безусловно Мы должны делать Как бы контент, который заходит Но при этом мы стараемся Выдерживать планку Что мы делаем одно видео Направленное на мейнстрим И одно видео по темам Которые интересны нам самим И вот таким образом мы чередуем Эти темы Чтобы, ну, как бы И не перегорать То, что мы делаем Только контент Направленный на популярную Какую-то тему Но при этом Как бы делаем Что-то, что нам нравится Надо сохранять баланс Если ты будешь делать Только какой-то Underground контент Который никому Особо не интересен То ты никогда Не продвинешься Да, то есть Тебе нужно делать видео Которые будут Завлекать людей И потом ты такой Слушайте, гайз Вот вам понравилось Вот это видео А я сделал еще одно По теме Которая, возможно, вам не интересно Но посмотрите Может быть, вам станет интересно Вот так это и должно работать Ты должен внедрять Какие-то вещи в свой контент Которые Будут лучше показывать тебя И будут как-то Распространять твои интересы Чтобы не перегореть Опять же Чем я и занимался В принципе Входят новые люди Они начинают это смотреть И его творчество Его продукт Он видоизменяется Так же, как и с Фортнайтом И Эти изменения Они, по сути Являются эволюционными И ты Здорово, мужики Дед Пи скатился Ну, конечно Но не после плохих видосов А после того, как свалил в Израиль В попытках свалить от мобилизации в Израиль Я в отпуск поехал Навести друзей отца И посмотреть, как люди живут в другой стране Да, кстати, в воскресенье Собираюсь поехать на пляж Может быть, несколько видосиков В телегу запишу Подписывайтесь на телегу И ставьте лайки этому стриму И Если вам не сложно Нажимайте на колокольчик Со всеми уведомлениями Чтобы не пропускать видосы И будущие стримы Это очень сильно помогает в алгоритме Буду благодарен Они тебе не гарантируют Что конкретно тебе они понравятся То есть это как Ну, то есть В природе существа живые развиваются Под воздействием каких-то внешних факторов Чтобы выживать Чтобы дольше Ну, чтобы дальше воспроизводиться И они не смотрят на такие вещи Как понравиться кому-то Или как стать от этого красивее Или как стать от этого лучше То есть они просто Эволюционно развиваются И это развитие Оно носит такой Случайный характер Никто там Нельзя такого сказать Что вот я там Запланировать какие-то изменения в продукте И гарантировать Что они там понравятся игрокам То есть если бы это можно было делать То тогда игры были бы идеальны И каждая бы игра была шедевром Но К сожалению Происходит такое Что некоторым Какая-то даже интересная механика Она некоторым людям не заходит Или таких людей Которых она зашла Меньшинство И вот Собственно Судя вот на мой взгляд Получает Как говорил какой-то режиссер Один фильм ты делаешь для денег Один фильм для искусства А еще один для себя В твоем случае Все фильмы не для кого Не, ну Все-таки Какие-то люди меня смотрят То есть да Ну пять зрителей на стримах у меня есть Как-то кто-то смотрит мои видосы Есть люди Которым это даже нравится То есть я не назову их Людьми плохого вкуса Это люди у которых действительно Хороший вкус Люди Действительно хорошего вкуса Смотрят видосы Дэдпи 47 Это неоспоримый факт Я бы скорее тут сказал То что Нельзя думать В Вот этой вот проекции Вот этой плоскости Черного и белого Да? Где есть типа вот Контент ради денег И контент ради души Как правило Каждое видео Это Ну Это же все равно Творчество Да? То есть типа Ты какую-то частицу Частицу себя туда вкладываешь С другой стороны Есть видео Которые делаются Да, действительно Вот на какой-то хайповой теме Но Это не значит Что они делаются Там не знаю Искусственным интеллектом Их делает все тот же человек Который все еще вкладывает В это что-то Чтобы это было Чтобы это развлекало зрителя И Типа Сводить это все То есть да Там Фортнайт Да? Фортнайт Это такая Коммерционная Типа фигня Вот Чисто ради денег Там делают то Что только зайдет Но тем не менее Сколько художников Работают над теми же персонажами Да? Сколько художников Работают над скинами Чтобы эти скины были Охуенными Сколько Сколько человек Работает над анимациями танцев Чтобы Задница Вот этот орех Прям вот он Вот как надо Тверкал Да? То есть я считаю Что это люди Максимально высокого искусства И сравнивать Мой канал С фортнайтом На самом деле Такая сихуйня Потому что над фортнайтом Работает куча людей Я все таки один Вот Но тем не менее Не Я могу понять Логику этого видео То что что-то Становится популярным Ты вкладываешься Только в это Да? Но Если посмотреть На мой канал Я уже достаточно Давно перестал Делать однотипные Видосы про сони боев И У меня достаточно Авторский контент Стал То есть если посмотреть На мой канал Если посмотреть На мой канал То можно увидеть То что я Достаточно Сильно Как бы Отошел От этого конвейера Видосов про сони боев Которые безусловно Были шикарными Но тем не менее То есть У меня там Видосы по каким-то Апдейтам В играх Обзор на Steam Deck Рассуждение о том Что будет с Ютуберами Если Ютуб закроют Видос про Макимо Обзоры на Игры Просто донат Спасибо за Просто спасибо За просто донат То есть Да Я беру Какие-то вещи Там Из западного Сегмента Рассказываю О каких-то Интересных Случаях Я в общем и целом Считаю Что действительно Как-то смог Вылезти Из однотипного Контента И не то Чтобы у меня Как бы Не получалось Делать То что я делаю Сейчас успешным Да То есть В общем и целом В любом случае Я считаю Что Не знаю Возможно Человек Недостаточно Углубился В тему моего Канала Это вот это Ощущение Того Что ты Оказался Преданным То есть Вот Конкретно С С Фортнайтом Я играл 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 И в конце В какой-то Наступил момент Когда я не смог Зайти в ПВЕ режим Точнее я в него мог Зайти Но я не мог Собрать людей Для того Чтобы поиграть Там и пройти Какую-то определенную Миссию Потому что Людей уже было Недостаточно Потому что Они все перешли В режим Королевской битвы Я остался в меньшинстве И в итоге Я там Уже не мог Типа Заниматься Теми делами Которые За которые Мне игра нравилась Но Возможно Дело в том Что Как бы Игра была Не так Хороша Интересна Как думал ты И многие люди Действительно Нашли что-то Более успешное И интересное Для них Это Это вечное Рассуждение О том Что вот Мне нравилась Вот эта вот Малая популярная Фигня Непопулярная Фигня Я в нее играл Но разработчики Сделали что-то Более успешное И вот теперь Оно Всем нравится А вот эта вот Маленькая фигня Которая мне нравилась Все уже Про нее забыли Безусловно Безусловно Да Так бывает Но В этом нет Ничего плохого Да То есть Да Вещи становятся Популярнее Какие-то Да Но Вот это вот Вечное Натье О том Что Блин Вот Популярные Штуки Тупые Вот Вот эта вот Маленькая фигня Которая мне нравится Ну вот Как бы Чел 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 Но это Это не знаю Это какое-то Это какое-то Странное Элитарное Бурление Раньше Было Лучше Я ее забросил А теперь Я на нее смотрю Как на Как на Какую-то Пародию На само себя Потому что Ну это Вот эти все Коллаборации Всех этих Робокопов Туда добавляют Еще что-то Мне это Ну Как сказать По сравнению С тем Чем для меня Эта игра была Раньше Она сейчас Субъективно Для меня Ухудшилась Та же Самая История И с ДТП 47 Что У него Был интересный Для меня Контент Но в итоге Чем больше Его смотришь Тем больше Ощущение Что как Играешь Фортнайт Что если В него Долго Играть То ты В конце Концов Станешь Дегенератом Как и все В общем-то Сейчас Большинство Игроков Которые В него Там играют Что называется Неиронично Вот Такие мысли То есть Это не хорошо И не плохо Это просто Развитие И Оно Как бы Идет своим чередом Что собственно Подвергло Меня На эти мысли Что Я смотрел Последний ролик И там Как раз ДТП 47 Сказал такую вещь Что Его Не волнует Как Я знаю Что скорее всего Это шутка Это как знаете Как С Мэдисоном Который говорит Знаете пацаны Я сегодня утром Проснулся И насрал себе Короче В кровать Вот И все-таки Думаю Ха-ха-ха Типа Это наверное И постирония Какая-то Вот Или И потом Ну и типа И непонятно Правда это или неправда А потом он В какой-то момент Говорит Блин пацаны Я так бухаю Что печенку себе Ушатал Типа насмерть Вот И мне надо Там в больницу лечь И все-таки Да Наверное Он опять шуткует Типа Он же такой образ Создает И в итоге Он такой Лежит в больнице Вот К чему я Во-первых Если Если ты не понял Шутку Это не значит Что Ты слишком тупой Возможно Погоди Погоди Блядь Чел Ты Мысль даже Продолжить не можешь Ты говоришь Вот я посмотрел Последний ролик ДТП 47 Там он сказал Ну вы знаете Как Мэдисон Говорит Блядь А я то что сказал Можешь вернуться К этой мысли Чел Типа Я понимаю Что без сценария Записываешь Но все равно Когда ты Когда ты что-то Начинаешь Типа Блядь Сама шутка Была и не шуткой Так что я сказал В общем Была Там сказана Такая фраза Примерно О том что Не важно Мне как Ну типа ДТП говорит Мне как потребителю Не важна Не важен сам процесс Разработки игр Я бы хотел Чтобы Ну типа Меня будут Применовать Как сильно страдают Разработчики Главное Чтобы они Выкатывали Продукт Вот И Меня в этом плане Покоробило Потому что Я смотрел его Старые ролики И как бы Человек С каким-то Все-таки Уважением Относился Именно И к разработчикам И к Самим Как бы Блядь Чел Ну это было Ну блядь Это реально Было Постороннее Чел Ну типа Это Ну типа Это как из мемов Типа База Мне похуй Там как Разрабатывают игры Блядь Может я еще И не шутил Про то что Их там в клетке Надо запирать То что их Надо брать В рабство Да Я Я это наверное Все всерьез Потому что Я такой Дегенерат Не Блядь Чел Это было Максимально Сука Ироничное Видео Блядь Ну типа Все игры Откладывают Ух Сука Надо пиздить Этих разработчиков Боби котик Красавчик Не чел Конечно все всерьез Было 100% Ну 100% Максимально Серьезное Видео 10 из 10 Блядь Компьютерным Играм Довольно Редким Довольно Нишевым Вот И Вот На мой взгляд Вот эти слова Они очень сильно Иллюстрируют Как раз Изменение И его Самого Продукта Как Какой-то Переход От какого-то Контента Связанного С обзорами Связанного С каким-то С какой-то Информацией Об играх И с чем-то Таким Который Делался С любовью Который Был основан На Экспертизе На какой Экспертизе Нет Все мои Все мои Обзоры Делаются С величайшей Любовью К Моим Микрочеликам Которые Смотрят Мои видео Типа Это Максимально В каждое Видео Я вкладываю Максимальное Количество Любви Там Столько Любви Что Просто Охренеешь Я течь Начинаю Когда Смотрю Я реально Вкладываю Любовь В свои Видео И как бы Не Я на самом деле Принял бы Эти претензии Но знаете Я как бы Мог бы сейчас Сказать Да Чел Прав Вся хуйня Но После того Как я Позволил Себе Сделать Видос По ЖРПГ И он у меня Выстрелил И Я как бы Сбросил Этот груз С души Что вот У меня как бы Достаточно Успешный канал И я все еще Не делал видео Про свою Самую Любимую Серию Игр После того Как я это сделал И после того Как этот видос Действительно Зашел Я Вот Если честно Я не приму Никакие претензии По поводу того Что я как-то Скатился И не делаю Видосы С любовью И вот Идите нахуй Этот видос Вышел 13 дней Назад За это время Я после этого Типа успел Сделать еще Несколько видео С разной степени Любви Вклад Вложенных В них Вот Допустим Видос по Вангарду Я вложил Два дня Достаточно Сильного Монтажа И того Что Ну я там Какие-то шутки Даже придумал Я сценарий Писал То есть Я вложил В это видео Любви Это было Видео Не сделанное За 3 копейки И как бы Обесценивать Все это Сказав Ох В этом нет души В этом нет любви Блядь Чел В этом Я Я Я Столько Любви Вложил Что Когда ты Посмотришь Это видео У тебя Пропадет Любое Желание Как хочется Тяночку Ты будешь Думать Да Я посмотрел Видео Дэдпис 47 У меня любви Хватит на неделю И до контента Который основан На метриках То есть На том Как Аналитика Ютуба Влияет На канал То есть И И вы Много таких Продуктов Наверное Я не знаю Я сейчас Сходу не могу Привести пример Но у меня Есть ощущение Что таких продуктов Довольно много Что Какая-то идея Основанная На том Что люди делали Что им нравится И в итоге Когда у них Это все стрельнуло Они превратились В то Чем они сейчас Являются То есть Как там Принято говорить Бездушные Конвейеры По производству Того сего То есть Тот же Call of Duty Если бы я хотел Быть бездушным Конвейером Я бы выпускал Каждый день Видео На популярные Темы Как делает Допустим Культаз Я бы делал Бесконечные Подкасты Растягивал Делал Супер Мега Ну типа Видео Такие Просто Чтобы попадать В алгоритм На хайповые темы Там про Этого Сука Про Про Эмбер Хёрд Про то Как она Срала в кровать Я бы делал Видео Там Про Юбисофт Про Прощую Хайповую Хуйню Вот это Был бы Конвейер Чел Я могу Это делать Я в полном Состоянии Это делать Но Я не хочу Понимаешь То есть У меня Я недостаточно Заинтересован В этих темах Чтобы Ну типа Что-то по ним Делать Если бы я хотел Конвейеры Поверь мне Я бы этот Конвейер устроил Он был бы Крайне успешным Но Тем не менее Мне просто Лень Ну точнее Просто я не вижу Для себя смысла Ни творческого Никакого И подобные им игры То есть Они уже Строятся Не на каких-то Идеях Интересных На том Что действительно Нравилось Там тем же Не Ноль негатива Культасу Типа Я реально Слушаю его видео Просто Ну Я бы Наверное Не вытянул Да Скорее Я бы не вытянул Там постоянно Делать что-то подобное Да Потому что Ну Я просто Меня просто Не интересуют Эти темы Но я все равно Мог бы Я все равно Мог бы О них Рассказывать И Давать свою Великую Аналитику Но Мне лень Ты вкладываешь Любовь В свои Виде Но Она Токсичная Спасибо Спасибо большое С донат Ну Токсичная Любовь Тоже Любовь Как бы Вот Почему Все Так Пиздят На домашнее Насилие Оно же Домашнее Уютное Вот такая же У меня Токсичная Любовь Зато Любовь Через Разработчиков Это Видение Передавалось Игрокам А строится Как раз На На данных Из аналитики То есть Берется Большое количество Игроков Кому-то Зашло Кому-то Не зашло И этот Продукт Таким Образом Развивается И поэтому Он становится Таким Какой Есть И в этом Наверное Нет Ничего Плохого Но Вот Как-то Для меня Это Является Таким Объяснением Почему Смотришь Да И какие-то Вещи Скатываются В говно И тебе Уже Становится Их Неинтересно Смотреть Вот То есть По сути Развитие Основанное На метриках Оно Хорошо Для бизнеса Но Оно Плохо Для творчества На мой взгляд Это Конечно Идеалистическая Такая Модель Что Да Это Не правда Это Не правда Дорогой друг Ты поднимаешься На видео Которые популярные Делаешь То что тебе Нравится И это Получает Намного Больше Просмотров Когда-то Я делал Видос По Какой-то Игре Которая Мне нравилась Которая Зарабатывала 200 Просмотров Сейчас Я могу Сделать Подобный Видос И Благодаря Тому Что у У меня Достаточно Успешно Развивается Канал Этот Видос Может Подлететь За 100 Тысяч Просмотров Мой Видос По Серии Legend of Heroes Является Полным Опровержением Твоей Теории Потому Что Ранее Он бы И Тысячи Не Набрал Там С одной Стороны Есть Творчество Но Творчество Не Приносит Денег И Зачем Оно Так Донат А С другой Стороны Есть Типа Так Оно И так Сука Уже Не Приносит Денег Чел Она Уже И так Не Приносит Денег Будет Хорошо Приносить Вот И На мой Згляд У Некоторых Людей Там Разработчиков Контент Мейкеров Получается Найти Баланс Между Как бы Идеей Изначальной И Ну Изначальной Какой-то Своей Творческой Идеей А у Некоторых Вот К сожалению Не Получается И Любое Развитие Любое Изменение В Продукте Там Или В Канале На Ютубе Оно Всегда Сопряжено С Возьмем Это Слово Предательством Условным Предательством Я Предатель Я Импостер Пацаны Я Импостер Я Предал Всех Геймер Я Геймер Предатель Той Аудитории Которая Была Изначально То есть Которой Не Была У 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 Семьсот Человек Грубо Говоря Есть Опять же Пример Из Геймдела Есть Вот Игра И в ней Там Водится Какая-то Другая Механика И она Не нравится Тем Игрокам Которые Были Изначально И Они Там Пишут Недовольные Письма И все Да В любой Игре Всегда Когда Какой-нибудь Патч Выходит Находятся Те Челики Которые Говорят Вот Нам Нравится Во что Превратилась Игра И Это Они Как бы Вот это Чувство Что их Предали Что Разработчики Которым Они Там Как сказать Доверились Сделали С их Игрой Что-то И в итоге Вот это Ощущение Получается То же Самое С youtube Каналами Я там Смотрел Чувака А оказалось Что он Скатился В говно Вот Все Это Просто Потому Что Каких-то Других Людей С другими Вкусами Вокруг Больше И продукт Ну Он Не Целенаправлен То есть Продукт Развитие Продукта Это не Какая-то Интеллектуальная Сущность Это сущность На мой взгляд Все-таки Эволюционная И она Состоит из Многих Мелких Изменений Для того Чтобы Тогда я Поверну Это в другую Сторон Смотри Если мы Берем Аргументы Из моего Видео По Call of Duty Я Контент Мейкер Да То есть Я делаю Какой-то Контент Да Мне хочется Безусловно Делать Контент На темы Которые Только Мне Интересны Я хочу Делать Контент Только Вот так Как Мне Хочется Да Но Но С другой Стороны Я понимаю То что На Оборотной Стороне Всего Этого Находится Зритель Зритель Который Не должен Даже Блядь Нахуй Задумываться О том Что Мне Интересно Этот Зритель Ему Нужно Как-то Провести Время Он Заходит На Ютуб Ему Хочется Как-то У вас Всех Есть Такая Ситуация Когда Вы Заходите На Ютуб Вы Чекаете Рекомендации Вам Хочется Как-то Убить Какое-то Время Либо Послушать Что-то На Фоне И Вам Хочется Это Делать На Интересные Вам Темы И Прочее И Моя Задача Это Снабжать Вас Качественным Контентом Который Позволит Вам Как-то Хорошо Провести Время И Я Должен Вот Эти Две Вещи Балансировать Мне Хочется Чтобы И Вы Хорошо Проявили Время И Мне Было Интересно Делать Это Видео С Которым Вы Будете Как-то Взаимодействовать Убирать Одну Из Этих Вещей Ты Можешь Делать Канал По Самой Странной Фигне Которая Интересна Только Тебе Только В стиле Которым Тебе Хочется Это Делать Но Потом Не Стоит Жаловаться Что Это Никто Не Смотрит И Я Считаю Безусловно Что Баланс Умение Балансировать В этих Плоскостях Максимально Важно Для Какого-то Успеха Но При этом Успех Который При этом Не будет С ощущением Что Ты Продался Что Ты Ушел В тираж Допустим Возьмем Того же Савельева С его Ебаторией Человек Что-то Про машины Делал У него Горел Этой Темой Но Потом Он Понял Что Может Нормально Донаты Получать На том Что Бухает Жиреет Его Пиздят На стримах Веджелинка Он ушел В тираж Он ушел В тираж Он ушел В то Что популярно Но То Что Убило Его Как Человека И Как Вообще Какую-то Какую-то Душу В нем Просто Уничтожило Я Прекрасно 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 Понимаю Что Уйти в тираж Я Собственно Сам Не хочу И Как мне кажется У меня успешно Получается Улучшить Собственно Один показатель Это те Деньги Для ютуба Это просмотры Равно Деньги Для Компьютерных Игр Это Покупки Люди Которые Туда Заходят И все Прочее Тоже Равно Деньги И этот Процесс Состоящий Из многих Изменений Следующих Одной Цели Он не Учитывает Требования Кораудитории Которая Изначально Маленькая И она Как правило Всегда Остается В проигрыше Если вы Зашли В продукт Стали Потребителем Какой-то Игры И есть Очень большая Вероятность Что Вы в нее Играете Долго И что Она будет Все меньше И меньше Вам нравится Во-первых Потому что Она там Надоедает А во-вторых Тоже Но В случае Мэдисона Я понимаю Что с Мэдисоном Произошло В принципе Его видосы Были Как Типа Вот он Играет в игру И как-то Это комментирует И он смог Это хорошо Преобразовать В стримы То есть В принципе Его стримы Это так же Как длинный Видос Но с меньшим Количеством Каких-то Моментов Которые Вырезаются Можно просто Смотреть Мэдисон Хайлайты И это Примерно Будет Как его Старые Видосы У Мэдисона Этот стиль Он в принципе Хорошо Перешел На прямой Эфир И я Не вижу В этом Ничего Плохого Своими Изменениями Вы будете Всегда Переходить Находиться Как бы Дальше От Нуж Большинства Либо Вы как бы Находитесь Внутри Большинства Изначально И игра Вам по какой-то Причине Понравится Либо Вот Вы будете Переставать Постепенно Становиться Целевой Аудиторией Этой игры Вот В общем-то Все Что я хотел Сказать Все это Я делаю Ради того Чтобы Конечно же Запайтить На заголовок Довольно Такие Дурацкие Видео Вот Также Как-то Высказать Свои мысли Я их сегодня Что-то крутил В голове Думаю Надо Наверное Записать Если Подобный Формат Понравился Ну Мало ли Не знаю Может Вы как раз Та самая Кора аудитория То Подписывайтесь На основной канал Заходите Спасибо Там про игры Про ретро игры И там Я сильно стараюсь Не умничать Короче Да В общем В целом Это видео Про то Что Ну Эту мысль Можно выразить За 2 секунды Да То что Вот Дэдпи 47 Делал что-то Непопулярное У него что-то Стрельнуло Он начал Типа копировать Этот стиль И вот Он продал Свою кора аудиторию За успех Все это делается Ради денег Это Все Делается Ради создания Продукта Все Все Ну Типа Ну тут Настолько Поверхностный Анализ Всего что происходит Этот человек Определенно Не тюлень Геймпас Победитель Он не знает Через какой путь Мы с вами Прошли Он не знает Это как сказать Типа да Что Пьюдипай Ха-ха Он делает Контент Для детей Или что-то Такое Хотя я смотрю Пьюдипай Я знаю Как он эволюционировал Там с того же Семнадцатого года И я считаю Что его контент Сейчас Это в принципе Одна из самых Мудрых вещей Которые есть Хотя это просто Какая-то хуйня Если честно Но тем не менее Вот Я просто хочу сказать То что Если людям весело Не будь душнилой Который говорит Вообще-то Это Это все Коммерческая хуйня Вот я играю Там с друзьями В Warzone Нам нравится Мы что-то там Играем Нам по кайфу И Всегда появляется чел Который говорит Да вообще-то Это конвейерная Хуйня Как вы можете Получать от этого удовольствие В этом нет души Это все Коммерционизированное Параша Лучше играть В Этот Как эту хуйню Называется Блять Сейчас Эта игра На S Какое-то у нее название Было Не с пикопс А Игра Которую еще Дрю У Дрю был обзор И в обзоре он говорил Типа Вот По сравнению School of Duty Это игра Для настоящих мужиков Блять Как же она называлась Уже никто не помнит Sandstorm Sandstorm Был под заголовок Вот И да Типа да Круто Там вот Более реалистичная стрельба Прикольно Но Insurgency 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 Sandstorm Да Там прикольная Типа Прикольная стрельба Сделана для Кор-аудитории Людей Которые хотят Более реалистичный Шутер Все дела Ну блять Никто в эту хуйню Не играет Знаете почему Потому что Ну как бы да Вот вы сделали То что хотели Но вот Как бы Типа Я хочу расслабиться Поиграв в шутер Мне хочется расслабиться То же самое Как люди Которые там Не знаю Смотрят мой Видос Спасонни боев Они такие Просто хотят Расслабиться Просто хотят Провести время С приятным Голосом И умным Геймером Я просто Хочу В данном Случае Сказать То что Вот эти Вечные Разглагольствования Про то что Популярное Значит Говно Фильмы Марвел Хуйня Ну да Они хуйня Но я Хожу в кинотеатры И получаю От них удовольствие И До сих пор Меня Типа Ну до мурашек Пробирают Там последние Сцены Того же Типа Эндгейма Да Когда там Типа Капитан Америка Берет молот Ну это же Круто Блять Вот И я Мне нравится Underground движуха Она классная Да То есть Я не считаю себя Каким-то жителем Верхнего интернета Я просто хочу сказать Что популярное Не значит Плохое Но Аркейн Все равно Говно Я никогда его Не буду смотреть Ну и все Есть группа Вконтакте Есть телеграм Канал Пишите Ну или не пишите Комментарии Пишите В общем Хорош В смысле Голос не очень У меня Охуенный голос Человек Пока До новых встреч Вот Ну давайте посмотрим Вот мы сейчас Посмотрели мнение Этого человека Про меня Сейчас Да То есть Типа вот На его лайв канале Давайте для контекста Посмотрим то Что он обо мне думал Десять месяцев назад Да Гайз Если не лень Поставьте лайк Нажмите на колокольчик Это очень сильно помогает И залетайте в телегу Вот Ну что ж Давайте посмотрим Видео Он делал Консольные войны Десять месяцев назад Чемпионы консольных битв То есть человек Тоже пытался Как-то зайти В эту движуху Консольных войн И Тогда у него Не особо получилось Знаете Я очень люблю фильм Залечь на дно в брюки Посмотрел его годы назад На первом или втором курсе универа С тех пор для меня Это один из самых любимых фильмов Но кое-что в нем Не дает мне покоя Все эти годы YouTube Premium Ты у нас зажиточный стример Нет, блять, братан Я не могу жить без YouTube Premium Я слушаю видосы на фоне Когда в AirPods'ах Иду куда-то И Я еле-еле смог YouTube Premium оформить Потому что сейчас Его можно оформить Только если у вас iPhone И вы ранее оформляли С этого айфона Вы можете зайти в профиль В App Store Сделать так Чтобы у вас оплачивалось С мобильного телефона С счета мобильного телефона И Зайти в прошлые подписки И продлить подписку И это работает только так И Блин, как же я обожаю YouTube Premium Насколько же это приятная штука А именно Фраза оболбанного Кокаином Райкина О том, что грядет война Между черными И белыми Карликами Эти слова Отдаются тревогой И беспокойством в моей душе Что если это пророчество Которое невозможно При всем желании Трактовать правильно Но в итоге Оно все равно Сбудется самым Причудливым образом Ты не представляешь Сколько дерьма Вылили на меня Черные карлики Эти мысли Покидали меня И возвращались Но недавно Колеся по интернету Я кажется Наткнулся На подтверждение Этой страшной догадки Пророчество Не просто может сбыться Оно уже сбылось А война между Черными и белыми Карликами Не где-то за туманами Будущего Она прямо здесь И это одна из самых Жестоких интернет войн Консольная война Иерихонская труба Протрубила новое поколение И в этом поколении Кстати Карлики Поменялись цветами Началась великая Эти карлики Это Эти Зрители Аудио РВ По моему Интернетная битва Цель которой Выяснить Какая игровая система Лучше всего В этой битве Как всегда Сошлись три воинства На самом деле Три с половиной Но там в нинтендо Непонятно что творится Они как с другой планеты Свой тихоокеанский Театр боевых действий Короче не суть Белокурые И высокомерные Сони бои Измывающиеся в облака На реактивной тяге Букана Каждый раз Когда их правители Вынуждены сдать Очередной эксклюзив Бородатые Низкорослые Владельцы Иксбокса Чахнущие На подписке С играми И копающиеся В пещерах Обратной совместимости Извлекая На свет Алмазы Старых игр Замутняющие Им разум И разношерстные Пекашники Всех видов и мастей От племен Что не чараются Майнинга И торговли С кинами В контре До дерзких Пиратов Бороздящих Торрентные Моря Целый Бля, я сейчас понял Что я хочу Стать стримером По Ксго У вас когда-нибудь Бывало такое Вот ощущение Вот Просто ты сидишь И ты Решил стать стримером По ксго Фу, блядь Каналы строятся На том Что подкидывают Дровишки В топку Этого Противостояния Я имел Немалое удовольствие От просмотра Столь элитного Контента Мне посчастливилось Заценить Только несколько Каналов Но градус веселья Там такой Как у пьяного Бати Который намешал Водку с пивом И уже в четвертый раз Побежал за догоном За вином Брат пошел на брата Бумер пошел на зумера И даже дед Сцепился с батей В яростной попытке Испортить всем праздник Эксклюзивы Все С вами слита Эксклюзивы Утекают Попадание на такой канал Похоже на открытие Боже Эксклюзивы Утекают Блин Это было так Замечательно Так Странного лутбокса Можно получить Сразу три вещи Разъеб по фактам Человека Которого ты не знаешь От человека Которого ты не знаешь Фактами Которых ты не просил Разные Да Пора удалять канал Не Мы короче Это отсылка Все к челу Мы недавно смотрели Типа Неудачный стример 8 лет И там типа чел Рассказывает То что у него Реально были успешные каналы Он по тупости Их проебывал И сейчас сидит там Блин Вот ну Какой у меня сложный путь был Вот Это как раз таки ДТП 47 Смотрит Мидной Историю безуспешного стримера Советую посмотреть На канале ДТП 47 Хайлайт Это реально топ контент На час 18 Такого кринжа Я давненько не видел Оскорбление Типа Нищий вырожденец Сандалий Носочник Это мое любимое Жопа Тухладыра Топляка Босса Крики Выделение Иронии И специальной Интонации И голоса Чтобы она была Более ироничной На иксбоксе Не будет игр Потому что Консоль не поддерживают Вещи получилось 4 Значит лутбокс Оказался хороший В ход идут Также споры С видеороликами И разговоры С текстовыми комментариями Если вы достаточно молодые Шутливые То рекомендую вам Заценить это Самостоятельно Конечно Это немного Не дотягивает До вида Штурмовых кораблей В огне На подступах К Ориону И мерцания Сил лучей В огне Близврат Тангейзера Но тоже Ничего А если вы Спросите Мое мнение То я считаю Что все это Не имеет Никакого смысла Так как Все игры Говно И вызывают Насилие Кстати Я чувствую Что должен Объясниться За видос Про Леху Мне в последние Дни пишут И до новых встреч Не ну по факту По факту Типа Вроде как Ему нравилась Эта тема Консольных битв Он даже видос Сделал А сейчас говорит Что контент Скатился Все это хуйня Ну короче Чел Чел Я конечно Смотрю любое Видео С критикой себя Потому что Для меня это важно Но стоило Получше разобраться В теме Опять же Стоило Получше Разобраться В теме Стоило Ну как бы Посмотреть Что у меня вообще На канале Сейчас выходит То что Ну как бы Я все таки От конвейерности Какой-то избавился И теперь Делаю много Какого-то Авторского контента Который достаточно Неплохо заходит Но Типа Не Подъем защиты На себя Хуйня Типа Красавчик Но Как бы Можно было лучше Можно было лучше Углубиться Если Вот почему Почему никто Никогда не углубляется Не Гарис Если вы хотите Если у вас есть история Того как вы Смотрели Дэдпи 47 Вам нравился Дэдпи 47 И вы хотите Как бы Но вот потом Он вас предал Тем что выпустил Не знаю Видос про Металгер Солит Или что-нибудь Такое То Делайте эти видео Скидывайте В раздел Видео На канале В дискорде Дэдпи 47 По ссылке В описании И я Обязательно Их посмотрю Можно Можно даже Сделать Конкурс Лучшего Разъеба Меня Было бы прикольно Да И напоминаю Подписывайтесь На канал Дэдпи 47 Хайлайтс Этот человек Делает вырезки Со стримов Чтобы если вы Пропустили стрим Он Режет И Отделает Видосы Мое Ему почтение К сожалению Мы уже никогда Не увидим Скорее всего Дэдпи 47 Момент Но Тем не менее Ссылку в чат Я кидаю На Дэдпи 47 Хайлайтс Давайте поддержим Хайлайтер Субтитры сделал DimaTorzok